всем привет в 12 полдень расскажу как установить водоотлив на металлопластиковое окно правильно легко и быстро по большому счету ну водоотлив это одна из самых важных вещей после самого окна потому что с окна вода должна стекать именно на этот металлический предмет и уходить благополучно на улицу и проходите проходить до свидания а не куда-то выливаться под окно там жить распространять грибок плесень и все такое пошло поехало ну для начала проверяем проем желательно чтобы водоотлив конечно заходил под какие боковины если у вас есть или был хотя бы четко по проему остальное потом будет облагораживаться или штукатурится или замазываться то есть по большому счету максимально широко его делать я тебя иду искать чтобы обрезать отлив нужны ножницы по металлу болгаркой резать не рекомендую горит краска сгорает сам металл и по краю краска начинает отшелушиваться ну а отставать заводская и поэтому болгарка это конечно злой метод понятно что его многие используют скажут да да быстро живет кучи искр еще чем сгорело стекло заодно поплавилась от искр стекло тоже горит кстати карандаш карандаш и пропадают с каждым днем по две штуки я не знаю уже куда только не втыкаешь они все равно с ножками карандаш вообще такая штука я не знаю вроде одна палочка у него где-то тут две ножки прячутся ты его только положу куда-то все ушел потом гулять куда-то по квартире ищи свищи какие-то свои дела художественные делает где-то так вот я разметил беру ножницы конечно водоотлив лучше резать в перчатках не как я вот тут бесшабашно так голыми руками потому что водоотлива края могут быть тоже острые и металлическая заноза когда входит в кожу очень неприятно похлеще деревянные занозы и ножнями ну конечно к любым ножницам надо приноровиться каждые ножницы режут по-разному и прям с первого раза идеально хорошо может быть у вас не получится но если уже до этого резали то будет все путем в конце хвостик обломаю и так примеряю здесь хорошо что сайдинг уже обшит был и он немножко двигается можно его немножко попросить подвинуться чтобы примерить водоотлив я буду здесь устанавливать в дальний паз который идет вплотную около подоконного профиля но смотрите сами если у вас другой вариант сейчас покажу какой ну вот оконный профиль который сейчас я использую и под ним установлен подоконный профиль специально которому подводится подоконник изнутри и водоотлив снаружи прикручивается прямо к этому под подоконному профилю но главное подвести в пазы под окном есть специальные пазы 5 миллиметров 6 там приблизительно куда подводится этот отлив и потом прикручивается к подоконному профилю в данном профиле таких пазов куда можно завести водоотлив 2 вот видно даже с этой стороны сбоку они такие же снизу вот сейчас покажу вот они могу завести в дальний пазик могу завести в ближний паз и тогда угол наклона водоотлива будет больше иногда на лоджиях например так это применяется когда надо прижать максимально вниз водоотлив ну и прикручивать водоотлив на сам оконный профиль конечно это крайне вежество это когда кто-то накосячил по любому с размерами все равно через какое-то время вода туда будет сочиться между рамой и водоотливом это раз даже если вы просиликоните тут потом на некоторых профилях вот эти дождевики но для отвода воды и конденсата прорези в профиле не только сбоку а еще и снизу есть и если вы прикрутите отлив сюда то вся влага с окна пойдет прям под окно в пену ну и очередные оконные трагедии будет итак я примерил у меня водоотлив подходит ну и теперь можно допустим тем же карандашиком отметить места для саморезов куда я буду крутить чтобы было на окне это все более-менее красивенько ну допустим я вот сделаю вот так посередине между вот этим и вода сливным потом посередине здесь так помечу карандашиком и здесь также и так я по разметил вынимаю водоотлив теперь на что я буду устанавливать водоотлив ну лично я использую саморезы вот такие универсальные 4 на 30 мне с ними удобнее работать хотите используйте вот такие оцинкованные с пресс-шайбой 42 вот этот 4 2 на 25 ну длину меньше 25 миллиметров длину я не советую или многие крутят вот на такие 4 2 на 16 пресс-шайбы сверлоконечные я против них это вообще что я не практично поэтому четко в урну ну скажу сразу вот эти маленькие это 16 или 19 по длине мне не нравится они иногда не подходят не достают до профиля и вообще сверлоконечный я считаю никуда не идет он плохо держится в пластике сверло просверливает и в итоге в пластике висит все на соплях просто на соплях ты чуть-чуть перекрутишь его все саморез уже в воздухе просто поэтому я пользуюсь универсальными дальше все по желанию теперь в эти три отметки которые я пометил под саморезы я просверлю или саморезиком или сверлом саморезик сверлоконечный хорошо то что закрутил выкрутил и сверло ставить не надо битка на месте стоит и сверлю отверстие где-то 5-6 миллиметров от загиба выше выше загиба на 5-6 миллиметров чтобы когда я прикручивал саморез шляпка не волочилась по водоотливу и не снимала краску с него а так все притянется и будет красивенько и так я подготовил водоотлив просверлил три отверстия под саморезы скажу сразу так вам будет гораздо проще с просверленными отверстиями чем если вы не будете их сверлить а просто сразу когда подведете отлив под окно будете пытаться закрутить саморез через водоотлив прямо в профиль подоконный это будет очень сложно и будет соскакивать часто в общем не советую это для ленивых у меня в данном случае водоотлива с этим с порошковым покрытием и на них и на них пленка поэтому пленку надо снимать через какое-то время вообще у вас не снимется и будет вот этот ватрушка болтающийся из целлофана колыхаться на ветру на краях она прикипит через какое-то время может даже через пару недель и все скажет вот мой дом родной водоотлив ну вот не быстро это дело конечно а что делать многие не любят снимать это долго боже ненавижу эти водоотливы и теперь перед установкой водоотлива еще раз прометаю проем от пыли всякой можно и продуть теперь освежить надо побрызгать чтобы пене было комфортненько берем пену и проливаем теперь а потом устанавливаем отлив или если хотите можете сначала пролить пеной снизу потом на следующий день пену обрезать только потом установить водоотлив но все равно перед установкой водоотлива я советую на следующий день опять же чуть-чуть пропенить чтобы он приклеился так и еще одна немаловажная деталь когда проливаете под окном снаружи обязательно заливайте чопики подкладочные подкладки вот эти обязательно и заливайте пеной не надо их оставлять в таком виде как они торчат сейчас вот в таком виде подкладки нельзя оставлять надо их тоже похоронить в пену всю потому что холодный воздух в них между ними начнется но как-нибудь пролазить поэтому надо их упаковать в пену очень надежно и несколько ляпиков вот таких чтобы они как бы посередине водоотлива были вот такие плюхи и вот здесь вот таким образом будет чтобы отлив не болтался все теперь буду внедрять водоотливку шуруповед саморезом я зарядил уже стоит ждет теперь стараться аккуратненько чтобы по минимуму задеть пену это конечно не очень просто давай 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 мой мальчик хотел в первую в первый пальчик залезть а мне нужен во второй о попал там здесь попал все я даже не испачкался в пене что удивительно прижимаю его чтобы он не вывалился из пазика и законного и теперь можно допустим средний саморезик закрутить не на сверле на обычных режиме и еще такой момент когда крутите саморез прикручиваю до отлив старайтесь важный момент патроном не не разбить краску до отлива всякое бывает вот я спокойно встыкаю саморез в отверстие и начинаю закручивать главное чтобы патрон не касался вот здесь водоотливый иначе у него поцарапает поэтому за этим надо следить все и и последний момент когда мы все это пролили прикручили надо посмотреть чтобы отлив был вместе с окном на одном уровне не не так что окно вот так стоит а отлив нижней краю вот так стоит то есть надо выставить не по уровню а хотя бы на глаз вот по этой краю по этому краю рамы я так присел стреляю что чик чик все ровно если не ровно знаю что-то подложить или как-нибудь что-нибудь щепочку или еще что но тут все хорошо то что нижний брус был по уровню выставлен поэтому у меня отлив просто лег и приклеился ну а я буду дальше облагораживать всем чай с пряником подписывайтесь на мой канал комментируйте советуйте ну и сразу говорю это простой вариант монтажа без всяких приклеивания под водоотлив изоляционных мембран там гидроизоляционных мембран там отражающих изоляции просто на пену поэтому пожалуйста там хотите делайте так как вообще принцип установки именно вот такой теперь в те метки которые я пометил ой и кручу я дырку 0 и сверлю и отверстие я отвлекся сори сделал по-быстрому все как обычно это лясем трясем тополясем казалось бы просто водоотлив столько времени